друзья всем привет спасибо что в очередной раз заглянули на мой канал а сегодня у меня вот такая вот крупная посылка немножко даже не помещается в кадр ну и конечно же ножницы как всегда как во всех распаковках что это ко мне пришло наверное спросите вы это пришла ко мне достаточно навороченная модель медиаплеера кстати кто пропустил видео с подробным описанием приставки nextbox ссылочка будет верхней части экрана стоимость посылочки не маленькая 7256 рублей нам не обошлась или примерно 125 долларов дошла посылка за всего лишь навсего 14 дней то есть две недели это очень неплохо я скажу ребята очень неплохо ну все давайте скрывать попутно пока скрываю я бы хотел поблагодарить заказчика посылки виктора только благодаря которому данное устройство и оказалось у меня на обзоре для меня это очень ценно спасибо я это очень ценю кроме всего прочего скоро у меня будет обзорчик еще одного весьма любопытного неконтактного термометра этот термометр компаниями тоже предложила на обзор совершенно бесплатно видите вот занимаюсь я уже сколько своим каналом и наконец-таки начинаются первые предложения обзорах некоторые дают так скажем погонять с возвратом некоторые дарят когда дарит это особенно приятно конечно же так ну вот внутри упаковочки вот такая вот коробочка пупырчатая вот эта вот пленка так ну вот внутри здесь пусто ну вот достаточно неплохо упаковали но конечно же от серьезных ударов такое не спасет серьезных ударов может спасти хорошая коробка она вот если посмотреть не но в целом да очень плотный здесь картон так вот вот эта штука снимается внешний вид нашего агрегата сейчас мы его увидим в живую так x9s до интересная коробочка состоящий из двух частей вот так так антистатический пакетик любопытно так дальше что у нас здесь комплектация смотрим на комплектацию пульт пульт достаточно удобный мне кажется будет пульт блок питания характеристики блока питания input 100 240 вольт 1 и 5 ампера максимально output 12 вольт 3 ампера достаточно много смотрите-ка так интерфейсы для подключения внешних жестких дисков насколько я понимаю две антенны две антенны серьезные антенны я скажу hdmi кабель понятно так гарантийный и сертификат качества так и небольшой еще описание на английском языке ну что ж хорошо значит что у него здесь есть usb 3.0 2 usb 2.0 интерфейс для подключения sata устройств гигабитный lan порт hdmi out hdmi in av out оптический порт разъем для карты памяти кнопочка restore 12 вольтовый порт питания кнопка включения и выключения питания и антенны разъемы по бокам ну давайте посмотрим это все вживую так достаем устройство сразу же чувствуется прохлада металлического корпуса то есть этот не пластик так и сиду тиви бокс модель x9s power 12 вольт 3 ампера так подключаем антенны на вид очень добротное устройство по ощущение по тактильным то же самое так ну вот выглядит она вот так sata usb usb 2.0 usb 3.0 порт hdmi hdmi in av out of optical и кнопочка restore под разъем под микро sd карту памяти порт питания кнопка включения питания так так ну и пультик так пультик ну естественно батареек там внутри конечно же нет батарейки 3а две штуки сравниваем пропорции устройств nextbox a95x и zido x9s по толщине по ширине давайте чтобы не быть голословными взвесим на весах здесь у нас порядка что порядка 30 грамм здесь у нас устройство весит 120 примерно 120 грамм ну что ж пошли тестировать ну что ж друзья давайте тестировать в данном случае устройством но еще не обкатана поэтому будем сейчас вместе с вами разбираться что это за такой зверь ну включая соответственно кнопочку питания на самом медиаплеере щелк так буквально через полторы две секунды появляется заставочка zido 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 так еще одна заставочка то есть уже приставочка грузится дальше пульт я пока еще не нажимал так android и starting starting ups идет так что то у нас вот такой вот экран ну что ж запустилась достаточно быстро я могу сказать так что у нас новая версия системы 1 2 11 ну естественно мы выбираем апдейт так так пошел апдейт прошивки здесь присутствует настройка automatic или check online upgrade очень сложно переводить сразу на ходу проверять наличие прошивок я бы сказал так автоматически или не автоматически но в случае с android я считаю что конечно же автоматические обновления очень удобные случае с операционными системами на стационарных компьютерах тот же самый windows я на самом деле рекомендовал бы все-таки ручные обновления потому что много всякого там лишнего ставится часто вот так правило нужно выбирать наиболее важные обновления и ставить их все-таки в ручном режиме потому что если вы выбираете на windows и автоматическая установка обновления он вас этими обновлениями просто замучает так так идет ну что радует приставочка автоматически увидела мой интернет так онлайн апдейт локал апдейт апдейт лог апдейт поехали так апдейт им контрольные суммы прошивки верны происходит обновление прошивки ну естественно при покупке новой приставки обновление прошивки лучше всего выполнять потому что с момента производства приставки до того момента пока надо вас доберется естественно пройдет существенное время и производитель за это время уже выпустит несколько обновлений которые улучшают естественно систему работы приставки и так далее вот это у нас инженерный режим так называемый происходит обновление прошивки android так забавно шевелит усиками android так называемый что-то как-то вот на этом месте обновление прошивочки подостановилось анимация есть ждем тут рыпаться никуда вариантов нет никаких кнопок в инженерном режиме вообще лучше не дышать если возникают проблемы при обновлении а вот все понятно то есть это просто какая-то долгая операция была ну вот все обновление прошивки завершено проблемы с фокусировкой камеры у меня ребенок добрался до моей камеры немножко умудрился залапать объектив тоже заказал средства для чистки объективов ноту и сейчас отпечатки пальцев до очень хорошо после обновления загрузка идет существенно дольше ну или мне так кажется сейчас посмотрим на дисплеечке на данный момент написано hello hello привет ты как android оптимизация приложений 32 из 36 так ну вот приставочка запустилась так давайте сначала попробуем с пульта управлять ну вот например в данный момент цветовой контраст кнопочки выбора не такой явный практически незаметно ну что мы тут имеем время погода приложение медиа центр медиа центр так hdmi in браузер настройки давайте полезем в настройки посмотрим что мы тут имеем так вайфай ethernet bluetooth дисплей hdmi звук playback другое ну давайте например выберем русский язык так возврат к заводским настройкам дополнительные настройки об устройстве так зиду x9s так рам 2 гигабайта флэш 16 гигабайт версия прошивки 1 2 11 это с учетом обновления произведенного нами только что версия android 6 0 1 сайт вввв зиду тиви так давайте вернемся нет интересно что у нас здесь за дополнительные настройки что имеется ввиду а а это вот стандартное меню андроида это здесь названо дополнительные настройки понятно местоположение о планшете давайте посмотрим обновление юридическая модель версия и Субтитры сделал DimaTorzok Ну ладно, хватит баловаться Обновление системы безопасности Версия ядра Номер сборки Отлично Так Погода Подключаю мышку внешнюю Потому что без надежи Несколько Угу Так Так, что у нас здесь Очистка, давайте посмотрим Хорошо Браузер Ну что же, давайте протестируем сейчас скорость моего интернета Входные данные Недавно я поменял скорость интернет-канала с 35 на 50 мегабит Сейчас посмотрим, насколько Полно я могу использовать С медиаплеера Zidu Свои 50 мегабит Тестировать скорость мы будем при помощи Премиум-версии приложения Speedtest от Okla Кому нужна ссылочка на скачивание данного приложения Она будет в описании к данному видео Поехали, тестируем Ну что ж, как вы видите Гигабитный порт приставки Zidu Позволяет нам в полной мере Использовать мой канал интернет Скорость на получение 55 мегабит Скорость на передачу на оплат 57 мегабит в секунду Меня это более чем устраивает Обращаю ваше внимание Еще на одну интересную особенность Приставки Zidu Здесь очень продвинутую Сделали очистку памяти Приставки По сравнению с приставочкой Например, Nextbox Мне очень понравилась Реализация этой очистки На приставке Zidu Вот в частности Давайте, например, сейчас Пооткрываем несколько приложений Сейчас я просто имитирую Какую-то деятельность Что-то запускаю Несколько приложений запущу А потом мы с вами очистим память Ну, сейчас я, например, запустил Приложение Lazy Media Plus Это очень хороший кинотеатр Позволяет с большого количества Онлайн-сервисов Просматривать фильмы Причем даже новинки Очень рекомендую У кого данного приложения нет Ссылочку на скачивание Тоже я помещу В текстовом описании К данному видео Ну, давайте попробуем Что-нибудь, кстати, воспроизвести Ну, я не знаю Любой какой-нибудь фильм Вот, например, фильм Комик Давайте попробуем воспроизвести Заодно потестируем Воспроизведение в MX Player В общем, находишь там седые волосы Ну, вот, допустим, я открывал несколько различных приложений Они сейчас заняли память Смотрите, как выглядит очистка памяти На медиаплеере Zidu При запуске он анализирует запущенные приложения Сколько они занимают Вот, здесь можно попутно очистить кэш Удалить приложение Ну, вот, например, производим очистку памяти Он вот анализирует все приложения И память освобождается Мне очень нравится этот вариант Так, что у нас здесь еще Вот, очистка кэша, например Давайте посмотрим Пожалуйста, очистка кэша Произведена По АПК-файлам Вот он предлагает очистить АПК-файлы Которые сохранились в памяти Так, смотрим, как работает у нас Torrent TV Маленькая проверочка Проверим на примере канала Viasat Golf Который для меня наиболее актуален С данной приставкой Давайте Откроем Посмотрим, как оно воспроизводится Ну, вот Работает замечательно Причем В данный момент Приставка подключена по Wi-Fi А это значит Ограничение Скорости работы интернета Давайте, наверное, сейчас Кстати, измерим На Wi-Fi Какая скорость Доступна для приставки На данный момент Начать проверку Ну да, то есть Из 50 Мбит Доступно всего Порядка 20 на скачивание И, наверное, примерно Такая же скорость На отправку Даже меньше Около 10 на отправку Вот Но даже при такой скорости Torrent TV работает Достаточно хорошо В чем мы сейчас С вами тоже убедились Так, друзья Продолжаем тестировать Приставку Zido Сейчас мы Давайте с вами Потестируем Такую интересную опцию Как PIP Так называемый Picture in Picture Расшифровать С картинка в картинке В данный момент Я сейчас запустил Через приложение IPTV Воспроизведение Канала Bloomberg И попутно Я бы хотел еще Например Посмотреть какой-нибудь Фильм с этим же актером Тут у нас Денира Значит Каким образом Это делается То есть В нижней части Очень удобно Практически По-моему Во всех плеерах Всплывающая Вот такая панель Позволяет выполнить Расширенные настройки В частности Нас интересует Опция Вот эта Пип Как раз Что нам нужно Сделать Давайте Наглядно Нажимаю Картинка В картинке Появляется Ну Как вы уже Наверное Поняли Картинка В картинке У меня К HDMI Входу Приставки EZIDA Подключена Приставка Nextbox A95 Вы видите Ее знакомый Интерфейс Там Также бегает Мышка Вот Если экран Позволяет То в принципе Картинка Даже Более-менее Читабельная Запустим Приложение Lazy Значит Картинку В картинке Можно увеличивать Можно ее перемещать Давайте Я это продемонстрирую Сейчас Так Для этого Нужно взять Курсор Приставки EZIDA И вот Например Мы можем Спокойненько Взять Перетащить Его на Любое Другое Место Можно Увеличить Его На Весь Экран Вот Но Управлять Здесь Не Получится Видите То есть Курсор Будет Относиться К приставке Конечно Ж EZIDA Вот То есть Чтобы Произвести Ввод Текста Нам Потребуется Взять Курсор Уже Приставки Nextbox Таким Образом У нас Получается Некоторая Путаница То есть У вас Должно Быть Две Мыши Возможно Или Два Пульта Коюсь Все Таки Две Мыши Ну Что Ж Друзья Вот Все Получилось Вот У нас Денира В студии Блумберг И Вот У нас Денира В картинке В картинке Фильм Комик Значит Какой Еще Здесь Момент Картинка В картинке Она У нас Управляемая То есть Вы можете Например Навести Сюда Курсор Мыши И Вы Видите Элементы Управления То есть Развернуть На весь Экран Транслировать Не Транслировать Звук Из той Картинки Из второго Источника То есть Это Все Управляемо Картинка Если мешается Ее Можно Спокойно Передвигать В общем Реализация Пип Достаточно Неплохо Сделана Вообще На самом деле Общее впечатление О Приставке Зидо Достаточно Добротное В том плане Что Те функции Которые Реализованы Они Сделаны Очень Неплохо То есть Вот те Недостатки Которые Не так Сильно Напрягают В Некс Боксе Но все Таки Они Присутствуют Здесь Они В общем-то В Зиду Они Исправлены В частности Более Продвинутые Возможность Очистки Памяти Реализация Вот этой Пип То есть Дополнительный HDMI Вход Отлично Работающий Wi-Fi То есть Вот Сейчас Видеотрансляции Из Bloomberg У меня идет По Wi-Fi Сигнал Я подключил Поэтому Наверное Я бы все-таки Сказал так Что Если у вас Финансы Позволяют То Однозначно Я бы вам Рекомендовал Приобрести Именно Приставку Изиду Да У нее Недостаток Гораздо Большие Габаритные Размеры Но Во всех Остальных Аспектах Она Очень И очень Неплоха Неплохо У Изида Реализовано И выключение Приставки При нажатии На кнопочку Питания На пульте Мы видим Вот такое Меню Выключение Режим Сна И Перезагрузка Тоже В принципе Сделано Достаточно Хорошо Выключение Я подключал Приставку В приставку На практике Конечно же Особого смысла Возможно Это и не имеет Хотя Может быть Кому-то И такой Режим Пригодится Вот На практике Как я это Вижу То есть Можно Например Подключить Спутниковый Ресивер Если у него есть HDMI Выход А у него Не может По-моему Не быть HDMI Выхода Можно Подключить Спутник И Попутно Просматривать В картинке Дополнительный Например Какой-то Канал В то время Как на основном Дисплее Вы можете Например Воспроизвести Какую-нибудь Веб-страницу Или что-нибудь Посмотреть Также Можно Ввести Например В маленькую Картинку Допустим Систему Видеонаблюдения То есть У вас Допустим Установлена Камера До входной Двери Или может Быть В помещениях И Вы Вводите Картинку С DVR С одной Или с Несколькими Камерами И она У вас Не сильно Напрягая вас Находится В уголке Экрана И когда Вас Это Заинтересовало Вы ее Открываете И смотрите Кто Например Там Пришел Или что Там Происходит Например На втором Этаже В принципе Применение Этого Решения Найти Можно Достаточно Много О Де Ниро Да Фильм Комик Мне очень Понравился Кстати С Де Ниро Я вам Рекомендовал Его Посмотреть Совершенно Такой Неглупый Фильм Вот Ну что Потестировали С вами С вами Картинку Так Идем дальше Так Что еще Интересного Можно сказать О приставочке Зиду Набор Приложений Которые Приставочки На борту Также Доработан Мне сразу Несколько Приложений Понравилось Одно Из них Я даже Перенес Кстати На Нексбокс Вот Оно Не так Хорошо Работает На Нексбоксе Потому что Для него Оно Не Заточено Но В то же Время Ну Пользоваться В принципе Можно Конкретно Я сейчас Говорю О Приложений Домашний Кинотеатр Простенькое Приложение Но все Таки Что оно Позволяет Оно Позволяет Вам Просканировать Ваши Носители И в удобном Виде Представить Те фильмы Которые У вас Например На На внешнем Жестком Диске Или на Флешке Например Такого Режима Мне не хватало Именно На Нексбоксе То есть Чтобы Не вручную Через Файловый Менеджер Искать Каждый Фильм Запустите Интеллектуальное Такое Сканирование И выбрать Какой-то Фильм Который Ты хочешь Посмотреть Вот Это приложение Перенеслось На Нексбокс Также у меня Было большое Желание Перенести Менеджер Очистки С Зиду Потому что Менеджер Очистки Как я уже Сказал Здесь Шикарен Вот Но К сожалению Это у нас Системное Приложение И так Просто Его не Перенести Точнее Наверное Совсем Невозможно Перенести Хотя Если Вдруг Кто-то Знает Как это Сделать Или Может Быть Какой-то Альтернативный Менеджер Очистки Похожий На этот Зидовский Порекомендуйте Пожалуйста Вот Можно Даже Поудалять Допустим Какие-то АПКшки Лишние Удалить Приложение То есть В принципе Хороший Тоже Менеджер Очистки Мне он Очень Понравился Так Ну Также Здесь На Зиду Как Один из Плюсов Это Уже Установлены Приложения Типа Мирокаст Хэппи Каст Здесь Установлен Вот Есть Приложение Которое Позволяет Превратить Ваш Смартфон В пульт Дистанционного Управления Вот Не все Этих Приложения Которые Здесь Установлены Они Уже Были Так Ну Здесь Есть Базированные На Коде Приложения ZDMC Кто Пользуется Коди Пожалуйста Тоже Вот Здесь Аналог Этого Всего Есть Так Можно Использовать Есть Интересное Приложение Которое Называется Быстрые Клавиши Это Возможность Привязать К Пульту Вот Здесь Есть Две Быстрые Клавиши Зеленые И Красные Можно К ним Привязать Соответственно Какие Нибудь Наиболее Часто Используемые Приложения В моем Случа Вы Видите Я На Зеленую Кнопку Привязал IPTV На Красную Кнопку Я Привязал Torrent TV Вот Мелочь Но В принципе Удобно Имеется Setup Master Который Позволит Вам Настроить Устройство В самом Начале Но Я В принципе Вручную Все Настраивал Я Им Даже Не Пользовался Еще Быстрые Настройки То Все В принципе Сделано Для На Простейшего Конфигурирования Устройства Даже Не Опытными Пользователями Андроида В общем И Целом Очень Развела Приставочка Zidu Вот Если Бо Мне Было По Карману То Есть Она Стоит Ориентировочно 7-8 тысяч На Алиэкспресс Вот Где Я Заказывал Если Бо Мне Такая Приставка Была По Карману Я Бо Непременно Бо Взял Именно Такую Сейчас Приставку Потому Что Впечатление От Ее Использования У Меня Очень Положительные Даже Если Сравнивать С Две Тысячи Или Даже Полторы Можно Взять Где То Вот А Zidu Стоит 7-8 тысяч Может Быть Кто-то Скажет Что Эти Изменения У Приставки Zidu И Не Стоит Этих Самых 7-8 тысяч Кроме Того Приставка Zidu По сравнению С Nextbox Гораздо Быстрее Прогружается То есть У Nextbox Есть Определенная Проблема С запуском То есть Когда Вы Запускаете Систему Она Как Павел Съедает Там 70-80 Процентов Оперативной Памяти И Для Ускорения Я Даже Рекомендую На Nextbox Несколько Раз В момент Ее Запуска Когда Экран Проявился Рабочий Один Раз Нажать Допустим Очистку Памяти Еще Один Раз И Тогда Система Быстрее Прогрузится Быстрее Вы Сможете Начать Просмотр Фильмов Вот На Зиду Это Не Требуется Интерфейс Отзывчивый Практически Там Через 2-3 Секунды После Появления Рабочего Стола И В принципе Можно Уже Там С ним Работать Запускать Фильмы Или Воспроизводить Какие-то ТВ-каналы В принципе Во многом Данная Приставочка Нравится Достаточная Скорость Работы Отличное Использование Проводного Подключения Торрент ТВ Работает Неплохо Поэтому Я считаю Что Приставка Зиду Является Очень И Очень Хорошим Решением Если бы Не стоимость Приставки То Я бы Мог бы Рекомендовать Для Массового Приобретения Но К сожалению Стоимость У нее Благодаря Достаточно Навороченому Железу Тоже Не Дешевая И Наверное Поэтому Эта Приставка Подойдет Не Всем В общем Я считаю Что Мой Выбор Оказался Верен Приставка Себя Оправдала Своих Денег Я все Таки Считаю Она Стоит Если У вас Повышенные Потребности К Функционалу ТВ Приставки То Конечно Однозначно Надо Брать Приставку Зиду Она Кроме Всего Прочего Сделает Ваше Общение С Операционной Системой Android Еще Более Приятным За счет Гораздо Более Продуманных Приложений Более Ориентированных На Пользователя Нежели Например По сравнению С приставкой На Xbox Соответственно Ссылки На то Где я Приобрел Приставку Как всегда Будут Естественно В описании К видео На этом Я наверное Буду Заканчивать Вам Большое Спасибо За просмотр Не забываем Ставить лайки Подписываться На канал Ну а Если вам Нравится Мой канал И те Обзоры Которые Я записываю Вы можете Поддержать Канал По ссылочке Внизу Текстовой Части Описание К данному Видео Все Друзья Всем Счастливо Пока